кусочек сыра вот такой остался у меня то что из овощей немножко яиц осталось у меня здравствуйте всем друзья снова из туманного альбиона веду вам свой репортаж я извиняюсь за задержку такую пятидневную у меня получилось видео для вас большой перерыв я не снимала но сегодня я хочу наверстать немного то что мы с вами пропустили но конечно же я пришла гулять на берег замечательный красивый колвер даун вы видите впереди и это берег атлантического океана непосредственно так вот друзья если будет шуметь в микрофон то я перейду наверное в студийную озвучку скажите мне как вы предпала предпочитаете иметь видео те кто смотрит мои видео постоянно видели что я несколько видео своих сняла про коронавирус ковид 19 именно посвятила этому поход свой магазин я ходила в теска показывала вам прилавки пустые через неделю там мало что изменилось и сейчас в общем-то я в теска уже не пошла а я вот сегодня возвращаюсь из алди там вы знаете также точно магазин перекрыт стоят охранники и пропускают по одному человеку человек выходит человек заходит но тем не менее внутри как оказалось странным для меня было много людей поэтому я конечно одела перчатки но я маску не одела перчатках были всего несколько человек помимо меня и в маске был всего один мужчина насколько я видела никто из кассиров никто из работающих в алди также не носит маски здесь я привела вас специально сюда к берегу погулять с вами послушать волны немножко отдохнуть но конечно я понимаю что вы со мной рядом не гуляете но может быть все вот такие вот этот шум волн набегающих и вот этот прекрасный вид на океан он вас порадует когда вы сидите все самоизоляции дома я насколько знаю что например в россии самоизоляцию продлили до конца апреля по моему тогда ну вот поэтому сейчас люди стараются находиться дома впрочем так же как и я поэтому вот у нас здесь еще не запретили гулять с собаками и бегать вдоль берега заниматься спортом в пределах разумного конечно ну и также не запретили выезжать время от времени в магазин но только не парами а один человек вот при мне например сегодня валди впереди меня стояла пара молодых людей парень и мужчина и женщина ну лет тридцати вот и к ним подошел охранник и он их предупредил отвел в сторону и в общем то какую-то записал им бумажку возможно даже штраф потому что сейчас уже введены штрафы чтобы зря не ходили здесь и он в общем девушки сказал в общем выбирайте кто-нибудь один идет а кто-то один остается ждать машине и парень пошел в магазин а девушка пошла со слезами в машину ну вот вот такие вот здесь ограничения а здесь вот вы видите собачники так же гуляют но так как у нас людей не очень много то дистанцию наверное мы все-таки соблюдаем вообще сказать по правде я не хотела вам рассказывать про коронавирус но сейчас получается что от этой темы никуда не уйти вы знаете вот так у нас она сейчас очень серьезно на всех обрушилась как говорят не черный лебедь прилетел а птеродактиль поэтому пришла беда откуда не ждали я свои размышления по этому поводу дам вам немножко ниже а сейчас вот просто такое немного ознакомительное видео так вот что я хочу сказать про коронавирус тут кто-то мне кто-то мне даже написал вот вы знаете очень много появилось хейтеров очень много появилось неадеквата в комментариях именно тогда когда у меня там за один день в моем одном видео куда пропалили продукты в англии там сразу 10 тысяч просмотров у меня было за два дня это для меня много ну и естественно появились там хейтеры появились неадекваты которые пишут бог знает что ну и пишут даже странным образом мои уже давнишние зрители пишут что вот любым образом вы хотите пропиариться и поэтому эту тему поднимаете вот но вы знаете как-то даже мне это неприятно слушать и люди которые немножко не в курсе я объясню как я уже говорила youtube запретил показ рекламы на всех видеороликах которые связаны каким-то образом с информацией про коронавирус поэтому пропиариться из или заработать как-то на этой теме не получится я это делаю ну так как в общем-то тема злободневная тема очень печальная тема которая волнует всех интересует на сегодняшний день всех как что поэтому я ее и объясняю и рассказываю что хочу сказать еще по поводу того как здесь проходит вот эта самоизоляция но у нас это называется не самоизоляция здесь объявили карантин и карантин здесь будет также длится до конца апреля до 1 мая а дальше борис джонсон сказал что они будут смотреть по ситуации ну может быть чем хорошо в англии что никакого комендантского часа тут не ввели никаких войск тут не ввели потому что люди все законопослушные и очень даже вот я знаю что 24 марта когда только с этого дня у нас стал действовать вот этот карантин что при всем всех обязали сидеть дома и улицы опустили моментально вот я была наверное одна из последних зевак которая еще гуляла 24 марта весь день в 5 часов вечера я приехала и только в 5 часов вечера я узнала что у нас объявлен карантин с 24 марта что меня немного удивило сразу друзья это то что никто конечно же не соизволил надеть маску и даже старые и молодые и любые любых возрастов люди все ходят без масок и также в магазинах все без масок ну вот еще раз заостряю внимание что для меня это очень странно потому что когда я ехала через китай в конце февраля они были поголовно все стопроцентно в масках что еще меня неприятно удивило здесь это то что все улыбочки английские они закончились сейчас все ходят со зверскими лицами и никто в ответ не улыбается когда я пытаюсь улыбнуться от меня просто в лучшем случае просто проходят мимо а в худшем вообще шарахаются в сторону что еще меня удивило это то что англичане подвержены панике так же как и все остальные наверное в нашем бывшем советском союзе граждане а это меня очень удивило когда смели буквально за один день всю туалетную бумагу в магазинах и до сих пор в некоторых магазинах перебои с туалетной бумагой никаких антисептиков в помине нет уже давно дальше то что здесь нет масок в продаже точно так же так что получается что зря мы на своих людей совкового периода возмущались что они вот такие вот напуганные соли спички сразу закупают и гречневую крупу здесь получилось что абсолютно просвещенная европа и никогда не было у них голода насколько я знаю они вот все закупили тем не менее я только что вернулась из Алди это такой у нас тоже магазин супермаркет не очень большой меньше чем Теско но странным образом там гораздо лучше с продуктами чем в Теско там я смогла купить себе курицу я купила там себе свининки немножко купила фарш индейки ну и купила конечно же все овощи а вот тем не менее никаких вермишелей макарон никакого риса нет в помине я купила две упаковки по моему там по 500 грамм порыч это овсянка овсянка да да овсянка геркулес как бы по нашему называется вот больше ничего там нет но вот шоколад я купила хотела купить галеты я их и так люблю а здесь в общем я подумала что они хранятся долго мне не хочется ходить раз в три дня как я обычно ходила в магазин за продуктами а теперь я думаю что хорошо бы все-таки немножко посидеть на карантине все-таки у нас здесь очень нехорошая статистика друзья мне кто-то сказал что чего вы волнуетесь вы на острове вас это не коснется да все было бы так хорошо если бы у нас уже не проникла эта зараза также и на остров вот последний раз я бы я смотрела статистику это сегодня зараженных уже 14 человек у нас на острове а ровно 10 дней назад их было двое так что вот такая вот неутешительная статистика это именно по острову нашему уайт и так же я сейчас ехала в машине слушала радио у нас здесь есть своя радиостанция называется бриз ай лув байт остров вещает вот они сказали что да подтверждено что 14 человек уже заболевших но почему-то они не указывают возраст как вы знаете англия это очень страна пожилых людей тем более у нас на острове в основном приезжают люди старше 70 старше 60 лет просто которые уже на пенсии они приезжают сюда в этом райском уголке жить спокойно доживать свою старость так вот почему то сказали что они не дают информации по возрасту и даже не дают информацию по домам престарелых что происходит в домах престарелых сколько там умерло пациентов то есть вот этих стариков которые там находятся почему-то не сказали не знаю почему не сказали может быть не хотят портить статистику себе а что касается галет я галеты не нашла их нигде нет хотя раньше было везде они стоят недорого 40 пенсов стоит упаковочка и мне они очень нравились но к сожалению сейчас я не смогла их найти я не смогла найти также горох всегда я покупала половинками или целый сейчас его нет нигде я не могла найти фасоль никакую вот единственная купила прошлый раз чечевицу но не знаю я ее не очень-то люблю и даже не знаю кроме чечевичного супа что еще там можно из готовить ничего такого я не знаю вот я покажу вам сейчас что у меня до этого было я почему и поехала сегодня в магазин потому что у меня до этого в моем ассортименте продуктов в моем холодильнике было в общем-то пусто почти по поводу того какие у меня есть продукты сейчас вам покажу вот такой у меня холодильничек маленький совсем вот давайте посмотрим что у меня есть холодильнике это у нас на сегодняшний день 3 апреля вот смотрите два куска масла английского это я вот уже недавно купила там у меня йогурт и немножко то что смогла купить не то что люблю но это вот сметанка осталась здесь я насолила капусты обратите внимание больше ничего нет вот кусочек сыра вот такой остался у меня я его иногда натираю делаю драники я показывала вам и и здесь тоже вот пожалуйста две банки капусты сметана и огурчики там у меня а это остался ананас но он невкусный и вот то что из овощей немножко яиц осталось у меня немножко яиц и вот так вот вот такие вот овощи все в остатках все в остатках здесь молоко еще немножко осталось и остальное все просто лекарства вот такие у меня запасы кто спрашивал если говорить о морозилке то здесь вообще все пусто вот у меня кусочек мяса немножко замороженный перец тут а это замороженный укроп и петрушка а здесь вот только остатки курочки больше ничего нет это все у меня замороженная была боярышник такие вот у меня запасы друзья вот здесь еще есть лук капуста вот в таком количестве больше дальше ничего это видите у меня молоко кокосовое а если показывать крупы вот они все мои крупы остатки гречки это килограмм чечевицы это льняное семя в разных вариациях это кунжут и рис рис был серый я его там уже коричневый вернее но я его смешала потому что это а здесь все больше что у нас здесь здесь у меня остатки пасты все пустота это кофе это чай у меня запасов никаких нет друзья вообще никогда я особо не запасалась это уже давно как-то все прошло не знаю никаких кладовок у меня нет гаражей нет сейчас говорят в гараже все затарили кладовки затарили у меня вот все что есть все промтоварные магазины здесь также закрыты с 24 марта закрыты все хозяйственные магазины сантехника вот bnq знаете все кафе закрыты моя любимая бизи би магазин шикарный в котором я очень часто с вами гуляла он тоже к сожалению закрыт в общем все бары закрыты пабы все закрыты закрыты все рестораны и закрыты все отели поэтому вот такая ситуация на сегодня автобусы курсируют тем не менее автобусы ездят у нас здесь вы знаете автобусы двухэтажные огромные они так-то ездили полупустыми а сейчас они ездят пустыми вообще но наверное мало ли если кому-то из стариков понадобится автобус то они могут его с удовольствием применить для поездки за продуктами хотя здесь тоже говорят работают волонтеры я не сталкивалась но говорят что волонтеров очень много работают разносят продукты по домам людям старше 70 лет вот у меня знакомая кстати татьяна вы ее знаете она работала в теска она там работала не так и долго по моему что-то два года но тем не менее ее не забыли она уже на пенсии уволилась вышла на пенсию и тем не менее ее не забыли ей привозят продукты бесплатно из теска также я слышала вчера по би-би-си объявляли а те а той помощи которая будет оказана я говорю о малом бизнесе значит вот сейчас там выделили миллиарды фунтов стерлингов для того чтобы поддержать малый бизнес и сказали что всем у кого был там по моему годовой оборот что-то 50 тысяч фунтов это не так и много это совсем мало если вот такой годовой оборот у вас был и у вас малая малый бизнес то вам будут помогать две тысячи в месяц будут вам выплачивать безвозмездно от государства вот такая помощь две тысячи фунтов в месяц малому бизнесу я надеюсь друзья что вы все здоровы что у вас достаточно продуктов чтобы находиться какое-то время в самоизоляции я надеюсь что у вас хватит денег для того чтобы закупить продукты столько сколько вам нужно я надеюсь что у вас все в порядке и желаю в дальнейшем чтобы также и было ну а на этом друзья я с вами прощаюсь не забывайте смотреть рекламу ставить лайки подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписался всего вам доброго берегите себя будьте здоровы пока пока